В эфире своего ТВ программа Актуальное интервью. Меня зовут Антон Киевский. Здравствуйте. Скорая помощь Ставрополя во время обильных снегопадов продолжала работать в штатном режиме. В особенно сложных ситуациях бригадам медиков помогали передвигаться сотрудники ГИБДД и МЧС. Сегодня мы поговорим о том, как приходилось преодолевать тяжелые погодные условия медицинским бригадам и о работе станции скорой медицинской помощи Ставрополя. В целом у нас в гостях Антон Фарсианц, главный врач станции скорой медицинской помощи города Ставрополя. Антон Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, для начала уже о том, что я, собственно, озвучил. Не так давно у нас были обильные снегопады, транспортный коллапс. Все вот это, как мы любим, в кавычках. Насколько было сложно справляться со всеми непогодными, погодными неурядицами, скажем так? Как получилось ли справиться? Насколько было тяжело? Вы знаете, начну издалека. Скорой помощи России, Российской Федерации в последнее время уже более 120 лет. Начиналось все с пролеток. И в городе Ставрополе 100 лет назад, именно в этом году, мы празднули будем 100-летие образования скорой помощи Ставрополе, началось также все с пролетки, которые также передвигались по снегу, когда были эти заносы. К счастью, наверное, наш город Южный, и такие снегопады для нас все-таки редкость, но бывает. Но, в принципе, мы справились с этой ситуацией. Что было самое сложное вот в этот период? Сложно было чистить снег и работать по скорой помощи, даже чистить снег у себя на территории, потому что нам было, конечно, подъезд к станции, и не только к станции, к пунктам дислокации бригад скорой помощи по сторонам. В этом помогала и администрация города, и вот Ленинская администрация присылала нам спецтехнику, которая помогала нам расчищать этот снег. Ну, это обычная штатная работа, круглосуточная работа, экстренной службы, многие годы. Но в этом году немножко у нас было трудновато, в прошлом было попроще. Ну, так она и будет дальше, наверное, идти. Для нас эта ситуация не была какая-то запредельная штатная. То есть это обычная работа, которая у нас есть. То есть можно сказать, что были готовы? Ну, конечно. У нас есть и техника, и высокой проходимости. Мы используем ее, допустим, если застревает наши машины, у нас есть УАЗы, которые помогали вытаскивать другие. А бывали такие случаи, что застревали машины? Мы вот знаем по соцсетям, что во дворах бывали случаи точно. Ну, во дворах было трудно, да. Некоторые были, и репортажи были, и в интернет-изданиях тоже мы видели эти случаи, когда мы не рекламировались, а мы видели, как снимали люди трудности. Ну, в принципе, в этот раз и этой зимой нагрузка у нас, не знаю, может быть, связана с ковидом, но обычной вспышки респираторных заболеваний, которые дают очень большой прирост вызовов скорой помощи, в этом году не было. Поэтому в этом была определенная стабилизация ситуации. То есть, в принципе, мы зашли в год по 450-500 вызовов в сутки, и так оно продолжается сейчас. То есть, нет таких запредельных нагрузок, которые были в прошлом году, до 800-900 обращений за скорой медицинской помощью именно в Ставрополь. То есть, даже во время снегопадов и непогоды роста не было? Это нам помогло, да. А как вообще люди реагировали на то, что где-то, возможно, застрял автомобиль, немного задерживается опаздывание? Ну, мы видели, что люди некоторые помогали вытаскивать транспорт, уже были такие репортажи. Я имею в виду с пониманием? Сейчас у нас репортеров уже много, каждый фактически с кинокамерой, поэтому выкладывает. С пониманием? Конечно, с пониманием. С пониманием и по ковиду, потому что, к сожалению, мы работали в экстремальных условиях весь этот год, и доезд был длительный. То есть, не совсем стандартная ситуация, когда мы применяем, допустим, 20-минутный доезд на экстренный случай, два часа на случай по неотложной помощи. Были ситуации, когда и 6, и 8 часов бригады добирались к температуре, чем больным. Но тогда не было угрозы для жизни. Пытались диспетчерской службой, конечно, выспрашивать, дифференцировать эти вызова, чтобы не было фатальной ошибки. Ну, я думаю, в принципе, коллектив справился с этой ситуацией. Тем не менее, наступила весна, возможно, еще по погоде еще не до конца, да, но, опять же, вот уже начинается вот это колебание, да, борьба весны с зимой. А это, как известно, период обострения хронических заболеваний. Медики справляются сейчас или все-таки вот этого роста, опять же, не наблюдается пока? Ну, хронические заболевания у нас весенний период не те, которые скорую помощь требуют вызова. Вот обычно это хроники... У нас хронические заболевания по болезням сердечной системы. Это, конечно, давление или что-то еще. Но это не связано с временем года. Это больше связано с давлением, с погодой или там сменой погоды. Поэтому эти всплески мы наблюдаем всегда, и они на перемене погоды, естественно, всегда происходят определенно. То есть мы к этому готовы, мы уже давно это имеем в виду. Можно, в принципе, по барометру тоже и график составлять, то есть и потребность в бригадах. Потому что дефицит у нас в станции все равно еще есть. Мы стараемся максимально выводить бригады, которые работают на город. Но еще помимо этого всего мы должны в течение месяца дифференцировать. Когда поставить побольше, когда можно, в принципе, обойтись и более меньшим количеством бригад. На барометру иногда смотрю, да, для этой цели. Помогает? Ну, уже, да. Но можно спрогнозировать, да, во всяком случае. А насколько вообще бывают частые случаи, ну вот опять же, возможно, сейчас, когда, опять же, вот кто-то реагирует на погоду, насколько частые случаи, ну скажем так, необоснованного вызова врачей? Или вызов врача всегда обоснован? Это проблема, честно говоря, скорой помощи Российской Федерации. То есть в отличие от других моделей оказания экстренной медицинской помощи в других странах, там понятие неотложный вызов, когда нет угрозы для жизни пациента, не рассматривается как помощь для, как вызов для бригады скорой медицинской помощи. То есть там чаще всего бригада выезжает, когда имеется непосредственная угроза для жизни пациента. Инфаркт, инсульт, кровотечение, там, травма. Вот, у нас наша модель здравоохранения, оно как бы повелось из дома и продолжается. То есть у нас дифференциация идет на экстренной и неотложной. То есть мы часть работы поликлиник в субботу и воскресенье и в ночное время забираем на себя. То есть это вызова, по приоритету, они должны стоять после экстренной, всегда. Да. Вот. Но бывают ситуации, когда люди, ну, в силу, может быть, неудобно идти в поликлинику. То есть они тогда начинают злоупотреблять, вызывать эту скорую помощь. То есть эти вызова для скорой помощи являются непрофильными. Такое количество где-то бывает от 10, 15, 20 максимум процентов. То есть, вот, конечно, это нагрузка, которая нам не нужна. Особенно, если идет прирост, допустим, респираторных заболеваний и нагрузка превышает не то, что плановые, обычные значения, расчетные цифры. Поэтому эти вызова, конечно, мы стараемся передать в поликлинику. То есть это определенное время задержки вызывает. Люди иногда некоторые не понимают, что к ним приехала неотложка из поликлиники. И ее пришлось ждать более, там, часа, там, двух. Плюс, опять же, непрохода еще добавляет. Это регламент работы, который у нас сейчас существует. То есть из 500, допустим, обращений в сутки, то есть порядка 60 мы передаем на обслуживание службе неотложной помощи поликлиник города Ставрополь. А вот, ну, давайте объясним нашим телезрителям, может быть, есть, скажем так, критерии, да, определенные, или, может быть, симптоматика какая-то, по которым, ну, не стоит звонить, по которым действительно лучше обратиться в поликлинику. И лучше скорая приедет к кому-то, кому действительно нужна помощь здесь, сейчас. Ну, симптоматика, она определяется диспетчером нашим. То есть у нас есть профессия такая, фельдшер по приему и передаче вызовов бригадам. То есть фельдшер должен определить и дифференцировать этот вызов. Несет он за собой угрозу для жизни пациента, тогда определить его в приоритет первостепенного обслуживания. То есть пометить красным там, и он будет мигать, пока его не передадут в информационной системе, пока его не передадут в бригаде. Вот. Вот. Другой профиль, который мы можем или передать, или обслужить, ну, во вторую очередь, в течение двух часов. Стараемся, да. Но ковид был, внес коррективы, поэтому было достаточно трудно все это выполнить. Это не только у нас в Старопольском крае, во всех субъектах федерации. Если можно открыть страницу интернета, то вы найдете там, что скоро ехало 6 часов, 7 часов. Вот. Иногда были задержки с госпитализацией пациента. У нас были трудности с госпитализацией внутри города. Мы вынуждены были госпитализировать Старопольчан и в Кочубеевском районе, и в Изобилинске, в Солнечнодольск мы отвозили. Все это занимало определенное, достаточно большее время, чем обычная штатная работа в черте нашего муниципального образования. Вот. Ну, стараемся, дифференцируем. Здесь очень трудно иногда бывает, потому что надо дифференцировать именно таким образом, чтобы не произошло фатальной ошибки. Когда мы, допустим, неотложный вызов определили, а там оказался инфаркт. То есть мы пропустили. Такого не должно быть. Скорая помощь Ставропольского края и Ставрополя в том числе перешла на новую информационную систему. Это так. Новые технологии позволяют диспетчерам, ну, во-первых, в режиме реального времени следить за тем, где находится автомобиль, да, карета скорой помощи, получать быстрый доступ к картам пациентов. Какие еще вот бережливые, так называемые бережливые технологии применяются? Ну, это не ноу-хау какой-то. Это требование времени, это нормативные требования Министерства сохранения Российской Федерации. Все должно быть информатизировано. Информация, чтобы, во-первых, за справками, зачем люди ходят в выписку. Вот эта информация вызова скорой помощи должна заходить в единую государственную информационную систему. Ну, они, репортажи были, я видел. Вот, добавить мне нечего. То есть, у нас есть информационная система службы скорой помощи, она имеет определенную свою такую задачу, сконструированная, то есть, серверное пространство. То есть, есть отказоустойчивость, то есть, определяется тремя центрами обработки вызовов в Ставрополе, в Пятигорске и в Буденновске. Только в этих точках принимаются вызовы скорой помощи. Некоторые говорят, вот, перевели вызовы из-за безобильного, теперь принимаются в Ставрополь. Информационные технологии позволяют это делать значительно быстрее. И в Ставрополе находятся более опытные диспетчеры, которые занимаются это профессионально. То есть, уже не первый год, то есть, они занимаются именно регистрацией обращений от граждан для вызова скорой медицинской помощи. Сейчас трудности создать в каждом районе и нет необходимости. Раньше в каждом районе принимали свой вызов, карандашом писали в журнале. Сейчас это все автоматизировано идет, потому что и оплата вызова идет, потом на оплату мы передаем базу данных. И база данных должна уходить в ЕГИС, допустим, в поликлинической. И кто-то по инвалидности часто вызывает скорую помощь, и эта информация пойдет в медико-социальную экспертизу потом. То есть, это уже требование, с которым мы должны уже свыкнуться, и вот так мы будем дальше работать и привыкать к этому. Ну, то есть, это просто для того, чтобы шагать в ногу со временем. Это современно, да. Ну, без этого уже нельзя. И помимо этого, у нас же гаджет, тот планшет на руках у фельдшера, да, то есть, он заменяет собой уже и рацию, и телефон, то есть, и, как мы ему давали кветочки когда-то раньше, вызов, где писали адрес. Сейчас все это поступает на планшет. Фамилия, имя, отчество, адрес, градация вызова, экстренный, неотложный диагноз. И, в принципе, фельдшер в ближайшее время, еще пока у нас не подключено, может получать информацию электронной истории болезни пациента. То есть, он прибывает на адрес, и пока он едет на адрес, он может ознакомиться уже и знать о намне заболевания этого человека, которому он поднимется через, там, несколько минут на адрес. А переучиваться приходилось, или все более-менее постепенно все привыкли к этой новой системе? Ну, молодежь, она, в принципе, уже готова к этому. Чуть постарше фельдшера, конечно, были определенные трудности, но все, достаточно там, не такая сложная программа, то есть, вполне справляются все. Ну, я думаю, что все понимали, что это только упростит работу, опять же. Упростит и ускорит. Во-первых, да, и справочники адресов, и справочники фамилий, то есть, это достаточно быстро все происходит. Регистрация вызова у нас должна происходить, там, не более полутора минут. Если экстренный, то допускается, там, 20-30 секунд. Если, допустим, там, кровотечение, там, мы сильно не опрашиваем, мы просто по этому адресу отправляем в бригаду. Все это, я имею в виду, переход на новую информационную систему, стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения. В его рамках также в крае работает с недавних пор санавиация, ну, с недавних пор активно работает. Расскажите, если можно, вот, о новой вертолетной площадке на территории краевой больницы, ну, и вообще о работе проекта в целом. Проект санавиации или стратегия развития санитарной авиации в Ставропольском крае, это тоже такие же стратегии, в каждом субъекте федерации принят. То есть смысл в чем? То мы должны также инновационно внедрить в себе такой экстренный и быстрый способ медицинской эвакуации пациентов в рамках вот трехуровневой системы здравоохранения, которая у нас существует в крае, да? То есть третий уровень, самый высокий, это краевые центры, обладающие технологиями, высокотехнологичными операциями. То есть мы не можем сейчас развернуть это, как раньше, в советские времена, у нас и хирургия, и реанимация была, то есть и по кадровому дефициту, и уже такой необходимости нет. То есть есть уровень первый, второй районные больницы, межрайонные центры и краевые учреждения. И у нас, допустим, человек с инфарктом, чтобы получить современную технологию, допустим, сцентирования или какой-то операции на коронарных сосудах, то есть он должен быть в экстренном варианте, как можно быстрее доставлен в Ставрополь. Поэтому вот это уже, опять же, необходимость, крайняя необходимость внедрения такого способа. То есть реанимационная бригада вылетает, в наиболее короткие периоды забирает пациентов в вертолеты, где имеются медицинские модули. В принципе, уже с этого момента начинает интенсивно работать над пациентом. То есть в вертолете. То есть и капать, и следить за следящей аппаратурой, и если надо искусственную вентиляцию подключить, все это есть. И бригады обучены. То есть помимо того, чтобы доставить пациента, уже начинается помощь непосредственно. Конечно, это же не просто там извоз. Это медицинская эвакуация, это, собственно говоря, то, что занимается скорая помощь. То есть в процессе ее происходит лечение уже по стандартам и клиническим рекомендациям. Санавиация, она закреплена за больницей скорой медицинской помощи. Там же выстроена большая вертолетная площадка стационарная, как начало всего этого проекта, потому что мы этот проект должны дальше расширять. Строить, допустим, такого же первого уровня площадки с подсветкой, чтобы был ночной взлет и ночная посадка. Чтобы можно было использовать эту технику в круглосуточном режиме. И маршрутизацию этих пациентов мы уже, в принципе, определили. То есть основной, конечно, упор для этой работы – это пациенты с церебровоскулярными заболеваниями, болезнами системы кровообращения и травмы именно в результате ДТП. Сочетанные травмы, потому что у нас травмоцентр находится там же, в этой больнице, где и вертолетная площадка. Как часто приходится использовать санавиацию? Единственная там проблема, что если туман, то придется, наверное, посылать тренинмобиль и доставлять обычным автотранспортом. Ну и ветер, опять же, наверное, у нас тоже такая проблема, которая может повлиять. В периоды, когда, допустим, не так активно, но определенный объем, он выделяется деньги федеральные под это, чтобы эту технику закупать. Это вертолет не наш, это аутсорсинговые услуги компаний, иметь высокотехнологичную помощь именно по медицинской эвакуации. Вот, определенный объем есть. То есть в прошлом году планировано было 120 за год. Вроде бы небольшая, но если перевести в цену человеческой жизни, конечно, это уникальное достижение, которое мы внедрили на территорию Ставропольского края. Пока у нас такой один вертолет, да, насколько я знаю? Один, да. Планируется ли увеличить количество? В Краснодарском крае они самостоятельно еще одну бригаду сделали, но у них население значительно больше, чем у нас у соседей. Пока будем обкатывать то, что имеем. Дальше будем смотреть. А правильно ли я понимаю, вот вы так немножко об этом упомянули, о производстве вертолетов, правильно ли я понимаю, что вот как кареты скорой помощи производят уже, ну скажем так, специализированный автомобиль, так, собственно, и вертолет этот производится как специализированный. Вертолеты производят в Казани, да, именно как медицинский вертолет. То есть там два пилота и плюс два медика и больное, то есть больше там мест нет. Ну и плюс оборудование. Ну и модуль медицинский, как я сказал, он состоит из и носилки там, и каталка, и аппарата искусственной вентиляции, следящей аппаратуры, и инфузиоматы все, которые подключаются к ВИНИ, там капать больного в процессе, реанимировать, если что, дефибриллятор, конечно, все это присутствует. Это толчок к развитию определенного вида медицинских, ну говорим услуг, и вообще как бы определенного вида медицины, да, экстренной медицины. Да, вот насколько я знаю, санавиация у нас, ну, чуть меньше года, да, как вертолет этот появился. Вы знаете, санавиация была у нас еще в Советском Союзе. Я имею в виду... Ми-8, я еще успел полетать на этих самолетах, я помню, первую медицинскую эвакуацию, которую делали Ми-8, мы взяли, подъехали на арене мобиля, перетащили туда аппаратуру, и забирали пациента из АРСГИРа. Я помню, мальчика с отравлением. Это было в 92-м году. Я имею в виду, вот, вертолет, который сейчас у нас летает, чуть меньше года он у нас... Мы в прошлом году его, ну, в больнице скорой помощи договора заключила и сделал диспетчерскую, то есть они принимают вызова из районов непосредственно, да, если имеется пациент, которому нужно, и он с ним не справится в районе, то есть ему необходимо перевезти на следующий уровень, и причем достаточно быстро, значит, там диспетчерская служба есть в больнице скорой помощи, то есть они принимают этот вызов, регистрируют его, организуют бригаду, вылет, то есть занимаются регистрацией и оплатой, естественно, за этот вылет тоже они осуществляют. Ну вот на данный момент уже дает разницу наличие вот этого вертолета по сравнению со временем, когда его не было? Ну разница, конечно, мы же больных доставляем в течение часа, часа-полутора. Ну и, соответственно, спасение жизни. Был такой пример, когда наша Ставропольчанка, у нее проблема получилась в Сочи, и мы еще не начинали работать, и мы обратились с просьбой к нашим коллегам в Краснодаре, и они на вертолете ее, в принципе, доставили из Сочи, ну, в течение двух часов в наш аэропорт. Мы приехали в Ситиле и забрали. А если бы это была машина, то надо бы представить эту маршрутизацию, то есть мы бы поехали до границы Краснодарского края, они бы привезли ее до Успенки, там, часов 12, потом мы еще часа-четыре, то есть это бы заняло 15 часов. Вот и разница в этом все. Ну еще, да, из Сочи по серпантину в таком состоянии. Время, ну и с другой стороны, еще больной же, когда мы по дороге везем, все-таки дороги некоторые не такого хорошего качества еще остаются. Поэтому тряска, вибрация тоже определенный момент. Ну, я жду, да, в Сочи плюс серпантин, если из Сочи ехать, да, тоже добавляет, мягко говоря, удобств в кавычках. Напоследок, какие задачи перед организацией стоят уже вот в этом году, в 2021-м? Ну, система организации скорой помощи, она разрозненная была, мы ее взяли из муниципального здравоохранения, когда муниципалитеты отвечали за, сейчас мы государственная система сложилась, здравоохранение у нас, министерство здравоохранения руководит. Сейчас, конечно, задача объединения, то есть не может сейчас уже на нашем этапе быть, допустим, отделение разбросанное и прикрепленное к больницам участковым. То есть мы должны службу собрать в единое, в единую, во-первых, это есть распоряжение, то есть единое юридическое лицо, ну, единый центр, ну, поскольку край большой, мы говорим о трех центрах, соединенных в один контур. И сейчас мы будем юридически собирать людей под эгидой краевой клинической станции скорой медицинской помощи Ставрополя, межрайонной станции скорой медицинской помощи Пятигорска, и мы должны еще сделать межрайонную станцию скорой медицинской помощи в Бунденовске. Краевая станция еще должна соединиться с центром медицины «Это катастроф» и по этому направлению руководить остальными. Вот основная задача, которая в этом году, ну, и до 2024 года стоит. То есть мы должны в 2024 году увидеть встроенную систему скорой медицинской помощи, которая будет локализована в трех учреждениях, может быть, под одним юридическим лицом. А относительно государственных программ, возможно? Или, ну, вот, нацпроект здравоохранения? Все они прописаны в стратегии, во-первых. Это распоряжение было правительства Ставропольского края принято, то есть мы должны его выполнять. Именно там прописано не только, как вертолет летает, а все маршрутизации пациентов. Надо сделать еще межрайонные центры хирургические, и мы уже увидели в Пятигорский центр, региональный сосудистый центр, который такие же сцентирования делает, как в краевой больнице. То есть, по всей видимости, в Буденновске тоже должно появиться, то есть мы должны расширять следом за этой стратегией с инвекцией, она подразумевает и увеличение, допустим, высокотехнологической помощи в отдаленных районах. Ну, не в отдаленных, а вот, чтобы мы, да, путь эвакуации как можно короче сделали для тяжелых больных. Антон Вячеславович, спасибо большое, что нашли время прийти пообщаться с нами. Друзья, это была программа «Актуальное интервью». Берегите себя, не болейте. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»